Наверное, в каждом городе Беларуси есть магазины секонд-хенд. Однако, для того, чтобы торговать вещами БУ из Европы в 2021 году, необходимо будет учесть некоторые изменения в законодательстве. 30 декабря прошлого года было принято 744-е постановление святоминистров, которым были внесены ряд дополнений изменений в постановление номер 703 о правилах продажи товаров. В данном, один из таких интересных нововведений, это стало изменение порядка правил торговли в магазинах так называемых, ну, секонд-хенды, магазины БУ одежды. И основным требованием будет запрет, введение запрета на одновременную продажу товаров бывшего потребления и новых товаров. Там по ряду позиций в этом 744-е постановление это описано. У собственников таких торговых объектов будет 3 месяца, чтобы адаптироваться к вступлению в силу новых правил и принять соответствующие меры. Если говорить о причинах введения, то в первую очередь, ну, интересы, поддержки, как и отечественных производителей. И второе, все-таки, торговля должна осуществляться цивилизованными методами и соблюдаться правила честной конкуренции на рынке продажи такой групп товаров. И надеемся, что все-таки будет результат и будет наведен соответствующий порядок. Одежда и секонд-хендов пользуются стабильным спросом среди белорусов разного уровня достатка и социального статуса. Еще бы, именно здесь можно сменить гардероб, не опустошив при этом кошелек. Радуют покупатели и качество. Я достаточно часто покупаю вещи в этих магазинах, потому что меня устраивает европейское качество. Доступные достаточно цены. Я приобретаю дочке, себе, внучке очень много, потому что подходит, ну, там, ростовка. Качество износа очень малое. Натуральные ткани – это лен, шерсть, крой хороший, пошитый, лекала хорошие, очень хорошо вещи садятся. Однако, приходит ли в секонд-хенд, чтобы купить абсолютно новую вещь? И много ли таких вещей представлено в ассортименте? Ну, нет, без бирками нет, 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 вы что, нового товара я здесь не нахожу. Я здесь постоянно, я говорю, что вот товар очень хороший, качество хорошее, стирки вообще, не теряет качество своего, ничего. Товар отличный. И для нас, как для пенсионеров, это поддержка. Очень часто хожу, у меня трое детей, из них одного младшего ребенка я полностью одеваю в этих магазинах. По поводу новых вещей встречаются? По поводу новых вещей, ну, очень редко встречаются с этикеткой, чаще встречается вот это вот пластмассовое такое колечко, а этикетки самой нету. Ну, видно по вещам, по качеству видно, что она может один раз одет. Скажите, пострадает ли от этого, как вы считаете, магазины секонд-хенд, если из них уберут полностью новые вещи? То есть, уйдет ли покупатель? Покупатель никогда не уйдет, однозначно. Информацию об отсутствии в сети магазинов Мода Макс новых вещей подтвердило и руководство. Поэтому для покупателей этих магазинов с вступлением в силу постановления ничего не изменится. На сегодняшний день работает пять магазинов нашей сети в Бресте. Вещи мы получаем из Англии от нашего поставщика. Новых вещей в наших секонд-хендах не представлено. Покупатели к нам уже привыкли, много постоянных покупателей. У нас представлены для наших покупателей скидки различного рода. Для наших покупателей не изменится ни качество нашего товара, ни ассортимент. По той причине, что мы ввозим только секонд-хенд. Он приобретается в пунктах сбора секонд-хенда. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.